Так, господа, я думаю, ни для кого не секрет, что я пользуюсь Тинькофф Банком, но среди многочисленных его карт я использую именно карту Drive, ведь она создана специально для автолюбителей и для тех людей, кто часто и много пользуется автомобилем. Она дает им такие кайфы, как 10% кэшбэк на покупку топлива и вообще любые траты на АЗС, 10% кэшбэк на покупку любых полисов компании Тинькофф Страхование, 5% кэшбэк вообще на все автоуслуги, то есть мы берем там шиномонтаж, мойки, платные дороги, автосервис, запчасти, 5% кэшбэк на оплату даже парковок платных и даже 5% кэшбэк на оплату штрафов в приложении Тинькофф. 1% кэшбэка вы получаете вообще с любых покупок, но самое главное, сейчас до конца года действует суперакция. Если вы тратите 10 тысяч рублей, то 1000 рублей кэшбэком вам возвращается при условии, что у вас дебетовая карта и 4000 рублей вам возвращается на карту, если у вас кредитная карта Drive. Так что проходите по ссылочкам в описании, спешите оформить карту Тинькофф Drive, потому что акция ограничена. Торопитесь. Господа, здравствуйте! Наконец-то у нас сегодня с вами рубрика «Как скажут школьники удивительные автомобили СССР», хотя по факту это уже конец 90-х. Господа, представьте себе, когда экономическая ситуация в стране находится на относительном подъеме, то есть начало 2000-х, и состоятельные люди начинают просить себе собрать автоваз на заказ, когда людям уже тесно в рамках существующей модельной линейки автоваза, и они начинают делать полноприводные девятки, а позже полноприводные двенашки и даже полноприводные универсалы 21-11. Казалось бы, мы прямо на верном пути уже тогда, в начале 90-х, все угадали существующий сегодня тренд. Это полноприводный универсал повышенной проходимости. Космос. Тогда такое, ну такое есть только у Volvo, наверное, и все. А здесь это уже в нас в 98-м году, по сути, начиналось. Но, однако, все пошло чуть-чуть не так идеально, как хотелось бы, и сегодня я вам объясню почему. Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, там, вот в конце 90-х у уважаемых господ, кто придумал всю эту бизнес-модель, этот проект, мысли были совершенно верные. Но технологии у них были все-таки из середины 90-х. Поэтому, для начала, мы имеем в базе полностью независимую подвеску, вкруг дисковые тормоза, полный привод и все это на хэтчбеке. Ничего себе! Это звучит как разрыв, тем более в середине 90-х. Но, по факту, мы открываем капот и тут-то и начинается все самое дурацкое. Потому что, чтобы это все скомпоновать, нам нужно усидеть в цене. Это все должно быть нормально, ориентировано по деньгам. И мы видим, что в поперечном подкапотном отсеке, а он всегда был поперечный в девятке, продольно установленный мотор. Сразу что-то идет не по плану. И более того, мы с вами находимся в особо неком перверсивном конфигураторе всего вот этого, где у нас этот поперечный установленный мотор еще и от Peugeot, еще и дизельный. На 70 с чем-то лошадиных безумных французских сил. Итого, как сюда все это поставить? Да, это непросто, потому что подкапотка более широкая, нежели длинная. Однако, мы четырехкотловый мотор сюда ставим. У нас механизм ГРМ уже прямо вот здесь. Радики выезжают сильно к фарам практически сюда, а не здесь. Хотя изначально все это по уму собиралось, естественно, из Нивы. По сути, это Нива, тоже немножко измененная, стоящая на своей уникальной раме, а на эту раму через обычные резиновые подушки уже сверху уронен кузов. От какая разница чего, в данном случае это была девятка, потому что так просто было современнее, более трендово и, естественно, дешевле. То есть, по факту, мы имеем полностью Нива-конфиг. Нива-подвеска, Нива-раздача, Нива-мотор, который в большинстве своих случаев здесь и стоял. Этот именно Нива-мотор. Мотор 21-21-3, по-моему, он назывался. То есть, это восьмиклоп, 1.7, 1.6, я уж плохо помню, что там было. Короче, 80 лошадиных сил здесь было обычно. Все было Нивовское. Ступицы Нивовские, привода Нивовские, рычаги Нивовские. Ну, соответственно, все здесь было Нивовское. А в данном случае еще стоит Peugeot, потому что, как я понимаю, это уже более паздный экземпляр. Таких было вообще около 100 штук только сделано. И, естественно, он стоил вообще космос. Но начинается только. Только с этого все начинается, поверьте мне. Самое дурацкое, это вот только начало всего этого. Значит, у нас здесь дизель. Давайте разберемся. Во-первых, как он стоит, это отдельная история. Он как-то стоит хорошо. Даже расширительный бачок не влез в подкапотное, поэтому сам расширительный бачок стоит там же, где стоит воздухозабор печки. То есть уже вот там, из-под капотки он, по сути, вынесен. И у него даже сейчас уже, ну, для оптимизации все-таки, понятно, что такую машину купит человек только с выдумкой. Он даже снял колпачок с расширительного бачка, чтобы вот эти вот тетиленгликолевые пары, они оптимально оседали в легких. Так гораздо интереснее ездить. Поверьте, я тоже пробовал. Я же тоже вот это вот пробую масло и тасол на вкус. Соответственно, это дизелек, который здесь стоит. Но, смотрите, в масштабе что мы имеем? Мы получаем из внедорожника некую более легковую историю. Полноприводную, да? То есть это полноприводная девятка. Все говорят, что это полноприводная девятка. Это не Нива. Соответственно, эта история более городская. И мы, с одной стороны, в проекте с вами получаем такую интересную историю, что у нас есть энергоемкость, хода, надежность Нивовской подвески в седане. Ну, не в седане, в хэтчбеке. То есть мы получаем хэтчбек повышенной проходимости и полностью независимая подвеска на дисковых тормозах. То есть мы получаем некую ролийную историю. Соответственно, зачем сюда ставить низовой мотор? Низовой мотор супер актуален для Нивы, которая на оффроуде, на понижайке большинство времени крадется. Здесь, грубо говоря, если мы даже говорим, как уже Иш-Оду далее строили, то есть там, в принципе, даже понижайка не всегда была. В той же Оде. Там был полнопривод, но не всегда была понижайка. Соответственно, здесь можно было исповедовать ту же историю. Идеальным мотором для такой машины был Шестнарь. Шестнарь, это конец 90-х. Уже тогда был этот самый 98-сильный Шестнарь. Самый первый, который стоял на 21.12, 21.10. Он тогда уже был, тем более, Тарзан 2 даже делался из 11-х Жигулей и из 12-шки он тогда уже тоже делался. Но все равно в нем стоял Ниловский 8-клоп. Хотя Шестнарь было бы поставить идеально. И я понимаю, конечно, что Шестнарь сюда не встал, потому что адаптировать Шестнарь из переднеприводной компоновки в заднеприводную тоже стоит денег. Им уже было не усидеть в цене. Но, с другой стороны, мы стоим возле машины с дизелем от Peugeot. И в цене здесь уже никто никогда усидеть не мог. Тем более, эта машина даже с гидроусилителем. Но Шестнарь для более городского автомобиля на полном приводе был бы гораздо более предпочтительным. Даже на Нивы надо ставить Шестнарь. Понятно, что Нивы все-таки нужны больше низа. Но там же внедорожник, а здесь больше ралли. Да, 100 сил. Это была бы 100-сильная пушка на полном приводе. Зимой все идут лесом. Половина иномарок даже шла бы лесом. Понимаете, как было бы круто? Но у нас всегда безальтернативно или Нивовский восьмиклапанный мотор, или 2130, это 1.8. Но, опять же, Нивовский, по сути, только 1.8. 80, по-моему, 5-сильный мотор, да? Или вот этот Peugeot на 70 сил. Эта машина никогда не была мощнее, чем 85. А было бы очень здорово. Ведь это же девяточка на Шестнаре на полном приводе. Разрыв, разрыв. Но здесь уже тогда что-то пошло не так. Дальше было хуже. Так, если вкратце, как вы видели, внешний водитель этого автомобиля движется в ту же сторону, что я вам только что говорил. То есть автомобиль должен быть более дорожным, поэтому у нас шоссейка. Но мы с вами заехали не на шоссе. Поэтому мы пытаемся... О, куда-то уехать. У нас очень тяговитый дизель. И нам нужно просто отсюда вот так вот куда-то съехать, чтобы потом взять хода и выехать наружу. Но у нас это не получится, потому что мы на шоссейке. Короче, тут помогает только режим бензопилы. То есть уезжаем назад насколько можем. Все нормально. Первая, сколько может разгоняется. Нисколько не может не разгоняется. Все отлично. Да, это жестко. Это жестко, когда ты устаешь от реального оффроуда. Или нереального, да? Когда мы видим, что все тонет в грязи. Просто ставь шоссейку. И ты открываешь для себя мир. Удивительных историй, что оказывается мир довольно опасен. Ну-ка попробуй. Обороты здесь помогут, нет? Давненько я не занимался таким долбизмом, конечно. Но это интересно. Это напоминаю вам, мы рубимся с дифференциалом. Золоченным уже. Мы на полном приводе. Мы мощь, мы ярость. Все, все, давай, давай, давай. Просто фигач. Это, по-моему, единственная тактика, при которой он куда-то может ехать. Теперь нам нужна диагональ. Чуть низковато. Короче, что мы имеем в итоге? Мы имеем неплохую геометрию, естественно, поскольку это из Нивы. Мы имеем пороги, которые не нужны, но пусть будут. И тем более селим и сяду на раму, а не на пороге в итоге. И вялый выхлоп, который висит слишком низко, его надо поднимать, чтобы его не оборвало, как сегодня. Потому что, когда вы ездите в формате, что вы чертите везде брюхом, да вы всегда чертите везде брюхом, даже если вы на 42-х. Вы в любом случае низом все сносите. Пни, коряги, и, соответственно, ничего торчать не должно. В остальном сюда надо поставить АТ-шку, и получится почти не вас. Почти не вас. Но не вас до конца. Сейчас объясню почему. Да нет, слушай, более-менее комфортно. Мы встали. Новость так себе. О, нет, не так себе. Смотри. Раз, подушка. Давай. Да, одна подушка есть. Очень странненько расположено, но... Что-то, походу, вялый выхлоп так и будет. Сегодня приунывать. Немного. Но не оторвется. Да? Да, зашибись. Все, короче, огонь. Огонь, пушка. Короче, нам нужно ехать туда, где песок под снегом. Тогда мы снег подразрываем, докапывается до песка, и дальше есть какие-то шансы. Да, гидра-чтема, кстати. Прям гидроусилитель фигачит. И главное, у нас нет заднего свеса. Опа, ничего не чиркаем. Просто заезжаем. Красота. Ну и гидра, конечно, все-таки здесь всегда поправляет. Хотя на этих колесах здесь и на снегу он нам, грубо говоря, вообще не нужен, но... Так, и мы тут уже подраспахали. Мы здесь уже сейчас поедем мощно. Да и теплеет немного. Снег становится более рыхлым. Смотри, все, она прям ездит. Мы имеем ездящую полноприводную тачку по пухлячку. Пяти сантиметровому. Задача проехать там, где мы проезжали на Бентли и в Рэнглере. Конечно, да, это было на 42-х колесах, на 35-х колесах. Но мы же и распахали. Почти мощно, мощно. Ну все, это повис. Да. Да, согласен. Ну чуть-чуть буквально ей не хватает. Чуть-чуть не хватает, но борется прям. Только-только ей песочка дай, только держачка ей дай. Естественно, она лезет. При этом каждый раз мы садимся на раму, то есть это абсолютно не страшно, ничего там не обрывается. Прямо красота. Надо бы, конечно, тут больше разгона брать, но мы тогда уже перейдем в формацию этого, да, нашего оффроуда. А тачка все-таки не наша. Поэтому надо как-то чуть-чуть поспокойней. Если меня кто-то... Подтолкнете? Да я съеду сам, на самом деле, если толкнете. То есть вы толкаете, а съезжаю сам. Вот видишь, как позиционирование маркетинговое. Ну что, толкнете? И мы поймем, что надо заезжать, видимо, здесь. Короче, она может. Давайте с другой стороны пробовать. Смотри, 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 видишь? Резина песочком обросла, немножечко снежочек потаял, и мы прям начинаем ездить везде. Тут, по идее, надо диагональю залезать, но вообще не с нашей резиной, как бы. Нам не хватает зацепа, нужна просто другая резина. И так, да, залезаешь сначала мордой наверх, и потом налево. Ловишь диагональку, и тогда все будет хорошо. Мы просто должны, она сможет это, я уверен. То есть просто мы уничтожаем горку, и... Еее, прямо мощь! Переполняет! Да, если бы хотя бы, может быть, просто летняя была. Но даже в таком формате, видишь, поскольку песок мягкий, мы подпиливаем, 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 и на пятый раз заскакиваем. Но это прям потеешь, прям сидишь и потеешь, прям вообще оффроуд, ааа, скилл, навык, давай, держак. Там прямо, ты знаешь, в голове, как каждое колесо, где крутится. А теперь отсюда она съедет туда, что самое главное, уже точно. Потому что вниз она уже соскользнет, ей хватит этой рампы. Смотри. И главное, я абсолютно не переживаю за свесы, потому что они очень короткие. О, видишь как? Все четко. Все прям супер четко. Ну-ка, вялый выхлоп, секунду. А, чувствуешь, папа делал, да? Все, больше не отваливается. У кого ты чинился до этого? Рукожопы. Почему я вот своими граблями, как пишут в комментариях, в жизни ключей в руки не брал, а все держится? А? Вот так вот. Короче, да, резину бы ей, АТ-шку бы надо ей, АТ-шку. Вот здесь полный привод, сейчас, как вы сами видите, дико решает. Секундочку, мы на девятке находимся на бездорожье, где, ну как бы, беда, а мы вот на шоссейке, на лысой. И здесь ездим, причем не просто ездим, как бы, вот в формате, да, еще какие-то горки, тоси-боси. И так далее, то есть все условия для того, чтобы это был динамичный городской автомобиль. Но перевести шестнарь на продольное расположение они так и не смогли, потому что это слишком дорого. Вместо этого Peugeot дизеля здесь должен быть просто православный шестнарь. Причем, если мы говорим про поздние 2000-ые, то есть 2006-ые, когда перестали выпускать, там уже 100% шестнарь. Все, понятно, что в 98-м, когда они начали выпускать, по-моему, шестнарь еще был в проекте. В 2000-м он уже точно выпускался, точно уже пошли первые десятки и двенашки на шестнарях, точно пошли. Был этот мотор, 98 лошадей, самый ранний, самый первый. Но в поздних 2000-х обязано просто быть здесь. И тогда это был бы круглогодично, быстрый, относительно быстрый автомобиль. То есть, когда выпадает снег и зима, те же двенашки и 11-ые на переднем приводе ничего не могут сделать, а вы дубасите дальше как есть. Плюс, если мы говорим с Нивой, она на 150 килограмм тяжелее. Эта машина тяжелее Нивы, длиннее Нивы. И неудобно, если мы говорим для оффроуда, посадкой. Потому что в Ниве, когда вы сидите более как на стуле у себя дома, более вертикальная посадка, вы хорошо можете контролировать, где у вас колеса, как там легко из окна высунуться, естественно. Поэтому в Ниве все так и ездят, голову высунув. Вы смотрите, как контролируются колеса. В легковом автомобиле, в хэтчбеке, естественно, это неудобно. У вас посадка прям, ну, городская, легковая. Все говорит о том, что здесь крутящие, ой, господи, низовые моторы не нужны. А все моторы, которые здесь стояли, были низовые. Или люди, которые строили эту машину, что-то не понимали. Или экономическая нецелесообразность установки сюда шестнаря, переделка его подпродольное расположение, сертификация дополнительная и так далее. Вот такая история. А далее мы с вами обязаны сейчас поехать на подъемник, и я вам расскажу полностью еще, как здесь все реализовано. И еще, опять же, многое, что станет понятным. Так, мы в городе. Атмосфера, честно говоря, боевая, потому что этот дизель, он реально фигачит всегда на 100% мощности. Это раз. Два, у нас супер широкие колеса, которые ловят колею. И в целом у нас по ощущениям ни разу не девятка, как бы. Это некий такой гибрид девятки и Нивы на самом деле, потому что ты руками переключаешь передачи четко в Ниве. То есть это не девятка. У тебя вообще коробка из другого места торчит. У тебя перед... Да, вот сейчас, секунду. Вот, ну, видимо, так. Окей, это была четвертая просто. Ну, пятую попробуем, да? Пятая воткнулась. Смысла никакого. 76 сил. Ничего никуда, грубо говоря, не едет. Эта машина до сотни разгоняется за 30-40 секунд. Как повезет, грубо говоря. От уклона зависит сильно. И чувствуется, что это не девяточная подвеска. То есть где третья там? Где третья? Я не знаю, где третья. Дело в том, что селектор КПП, он бьет торпеду и... Как бы не хочется просто поломать торпеду и воткнуть там принудительно какую-то... Ну, то есть третья есть, да? Вторая есть, то есть, да? Третья. Четвертая! Нормально! Со скольки на там с 30 км в час зашла. Но это особенности. Надо просто настроить кулису, потому что, видимо, она чуть подрасхлябанная, поэтому упирается в торпеду. Ничего страшного, решение есть. Это пятое. На вишку, да, пятое уходит. Поэтому и третий не воткнуть. О, щит! Погоди, братан, что? О, тормоза! Тормозов маловато. Короче, ребята, экшен непрекращающийся. При этом по рулежке близко к девятке. Не такая валкая, как Нива. Но по динамике и по кинематике подвески все-таки уже Нива. В итоге мотора нет, тормозов нет. Третий нет. Но есть первая, пятая, вторая и четвертая. Собственно, мы в полу! Сейчас, Вольво, видимо, тоже в полу. А, третий нет. Четвертая. Окей. Вот такие ощущения. Это реально не Нива. Это реально и не девятка. Это действительно гибрид девятки и Нивы. И не просто потому, что я это знаю. Мы тормозим практически в пол сейчас, чтобы не пропустить поворот. Ну, это уже первая, да? Она все время ласкает вот торпеду. Блин, тут надо, конечно, очень аккуратно быть. Но чувствуется полный привод. Ах, сюда бы мощности дать. Как бы это все лупило с перекрестков. О, третья! Нет? Нет, я ошибся. Надежда была близко уже, что третья все-таки, но не третья. То есть ей бы просто мощности. И мы получили бы полноприводный хэтчбэк. Блин, я походу сломал все-таки торпеду. Печали. Или как ловят колею широкие колеса. В общем, ребята, тачка нормас. Потенциал для тюнинга сумасшедший. Неподходящий мотор для нее абсолютно. И тяжеловато. И тяжеловато. То же самое, но все-таки бы на кузовной конструкции. И все-таки на 89, 90 на 100 лошадей. На 98, как было в Шестнаре. И более верховой мотор. Потому что зачем нам в городе такие сумасшедшие низы и потом провал на верхах? Нам в городе нужны длинные передачи. Нам в городе нужна мощность. Нам в городе нужна динамика. Даже в такое время года. Когда на переднем приводе уже даже со 100 силами ты будешь просто половину времени шлифовать. А мы будем ехать. Самое интересное в этой машине, естественно, снизу. Потому что как выглядит полностью независимая подвеска. Раз. И что вот это такое? Два. Вот что вот это? Вот этого нет ни в одной Ниве, ни в одной ЖИ. Никогда вы не увидите такой штуки. Потому что это поддон Peugeot дизеля. Да. Потому что под двигателем у нас стоит редуктор. И здесь поддон никуда разместиться не может. Далее все очень компактно. Здесь поперечный выхлоп. С этой стороны у нас рулевое зашло и так далее. Поддон никуда не разместить. А здесь уже коробка. Вот это поддон коробки. А это у нас стабилизатор поперечной устойчивости. Здесь вообще никуда поддон не помещался. И он уехал сюда. То есть первая точка, которая вас встречает в любой непонятной ситуации. Это поддон двигателя. Казалось бы, что может пойти не так. Потому что это еще раз подчеркивает мою теорию, что автомобиль первично городской. Потому что в городском автомобиле это нормальная история. Какая разница? Учитывая, что он не низко ни разу висит. Но это ладно. Далее. Лоб в лоб передний Нива подрамник. С передней Нивой подвеской. Все один в один. Ничем абсолютно не отличается. Это Нивовская подвеска как она есть. С ее же пружинами, с ее же амортизаторами. Ничего здесь не менялось. Никакие настройки какие-то дополнительные не содержатся. Передние дисковые тормоза. Дисковые Нива тормоза. И все это покоится на раме. Это рама. Из трубы квадратного сечения. Только немножечко с одной плоскостью. Вот такой вот для жесткости. Еще увеличенной. То есть это не просто труба квадратного сечения. Но еще с какой-то вот с одной стенкой увеличенной. Для, возможно, дополнительной жесткости на скручивание. Ну вот кронштейны, собственно, коробки и траверса коробки. И кронштейны Нивовской раздатки. Потому что это Нивовская раздатка, как она есть опять же. По-моему, менялись только карданы. Потому что они то ли удлинялись, то ли укорачивались. Причем, возможно, только задние из них. То есть, скорее всего, даже передний кардан такой же. Потому что нет смысла, наверное, городить. Раз у вас уже все это вот идет так же, как... Я думаю, да, он такой же. Потому что муфта между коробкой и раздаткой обычная также Нивовская. То есть, передний кардан такой же. А вот задний кардан, он должен быть свой. Потому что база отличается по длине от Нивы. Соответственно, это вот как бы деталь уникальная. Дальше идет глушитель. Здесь все как обычно. Вот про что я говорил. Поперечины рамы. То есть, они выглядят вот так. Все очень просто. И сам кузов девятки, а это обычный кузов девятки. Он не пилен. Он специально не модифицировался. Естественно, от рамы пришлось поднимать сильно высоко. Потому что в девятке никогда не шел кардан на заднюю ось. Это раз. И уж тем более в девятке никогда не было раздачи посередине. И вот эта раздача, она-то как раз всю картину и портит. Из-за нее сильно пришлось отрывать кузов вверх. Вы посмотрите, что у нас от рамы до кузова помещается 4 пальца. Вот такое огромное расстояние от рамы до кузова. Естественно, это приводит к тому, что машина получается, ну, типа как-то непропорционально высокой. Странно это все выглядит. Но по-другому никак. Или нужно здесь сделать другой туннель, или здесь нужно что-то расширять, чтобы туда раздача ушла. Раздачу вниз опускать тоже не особо вариант, потому что, получается, она будет за все чиркать, эта нижняя точка. А сейчас у нас за все чиркает, обратите внимание, выхлоп. Опять же, из-за того, что у нас поперечины сделаны вот такие, а не какие-нибудь сложные формы. Ничто не мешало, на самом деле, поперечину сделать изогнутую, чтобы она уходила наверх по днище, и тогда и выхлоп смог бы подняться. Но поперечина тупо прямая, поэтому ниже нее висит уже выхлоп, который является нижней точкой. Из-за этого сегодня у нас и отвалился. Ничего, к сожалению, с нити не сделать. То есть надо или банку заднюю переносить к баку, куда ее переносить, к баку ее не перенесешь, к раздачке, раздачу будет греть, тоже не очень хорошо. Или вообще эту банку убирать, и выхлоп, кстати, выходит, видите, он кончается под машиной, что с точки зрения оффроуда неправильно, потому что если вы сели в лужу, пузыри вот эти все с выхлопом поднимаются туда, оттуда в багажник, короче, все становится очень плохо. То есть, опять же, хвост выхлопа нужно вести дальше, но что мы обнаруживаем дальше? Вы посмотрите, как реализована полностью независимая подвеска. Это еще раз та же самая передняя подвеска от Нивы, развернутая наеборот. То есть это точно такая же подвеска, как и спереди, развернутая на 180, а редуктор развернут вот так. И это передний редуктор от Нивы, который стоит у нас сзади. Не вот так он развернут, братан, сливная-то здесь. Там развернута, видимо, в нем главная пара как-то или что-то, потому что редуктор тот же смотрит назад, а едет туда же. Ну, в общем, это не соль, но это тот же самый Нивовский редуктор с теми же самыми передаточными числами. Они не выпускались другие, ни отдельно, нет, это 100% совершенно стандартный Нивовский передний редуктор, как и раздача. То есть не менялись ни понижающее число, ни передаточные, нигде, опять же, в этой машине не изменялось. Это совершенно стандартная заводская деталь, которую, по идее, вы должны прийти и поставить. Вы спросите, а как они сделали ступицу? Никак. Так, это поворотный кулак на задней оси, и они оставили его поворотным, ничего не меняли. Это все тот же самый поворотный кулак и даже сошка. Только от сошки рулевая тяга прикручена к самому подрамнику, и таким образом поворотный стал неповоротным. Но, по идее, этим, теоретически, можно сюда поставить еще рулевую машинку, гидронасос и сделать подобие какого-то Active Drive, да, у BMW, и поворачивающая задняя ось. То есть, теоретически, если же все к этому готово, потому что задняя подвеска-то как бы подруливающая, может быть, только надо понять, к чему привести эти тяги. А дальше уже, грубо говоря, дело третье. Позитивом из этого всего являются здесь также сзади и дисковые тормоза. То есть, это четыре, причем это передние дисковые тормоза, это огромные задние тормоза для такой машины. Напомню, она весит тонну 150, и на таких четырех тормозах, если бы у нас тормоза были нормальные сделанные, а не как здесь, она бы вставала как вкопанная. И полностью независимая подвеска. То есть, это управляемость, это контроль, это торможение. Здесь все нарядно получается, все супер, но только немного тяжеловато, потому что это, наверное, избыточно мощный задний подрамник. Для такой машины. Но, грубо говоря, зато можно купить деревню, зато можно починить. Никаких кастомных деталей, ничего оригинального нет. Только задний кардан единственное, что меняло. Все остальное в этой машине вы можете купить в любом магазине и поставить на свой уникальный, выпускавшимися мелкими тиражами автомобиль. Из-за этого, как я вам говорю, опять же, основная проблема. Но вот Peugeot двигатель, только вот что ты будешь делать, когда он сломается? Снабь. Ну, это 12.5.1. От Нивы можно мотор поставить сюда. Это опять 12.5.1. Они же выпускались. Выпускались, но у тебя-то в СТС не то? Да, может быть, не то, что в базе. Можно от себя поставить? То есть, изранее устанавливаемых. Ммм, про это нам говорил, кстати, эксперт из нами. Да, ну тогда, короче, да, это будет опять же сертификация, только она будет без испытаний, а она будет чисто осмотр и документация. То есть, вот так. Ну, грубо говоря, да, это можно будет узаконить без поездки в Дмитровский полигон, на Дмитровский полигон. Супер минимальное изменение в кузов девятки все-таки внести пришлось, потому что раму кузову нужно крепить на подушках. И если сзади, смотрите, как они сделали супер остроумно. Они взяли и закрепили раму в точку крепления балки. В ту же самую, где крепилась в девятке балка, они сюда привели крепление рамы и подрамника одновременно. Там ничего не менялось. То спереди, естественно, картина другая. Смотрите, здесь никогда ничего в девятке не предполагалось, поэтому пришлось изобретать маленький кронштейник, к которому уже приводится подушка, и на этой подушке покоится рама. Причем видите, что кронштейн этот, естественно, прогнулся, он просел в днище, поэтому здесь рама подходит ближе уже к кузову, потому что в этом месте кузов будет неизбежно со временем проседать и двигаться в сторону рамы. Ну, это круто. А спереди где она крепится? Погоди, на чем? На чем же рама спереди приходит к кузову? Ааа, здесь точка, опять же, точка крепления переднего подрамника. Не подрамника у девятки, а крабы сюда крепятся. Вот здесь крабы стоят, которые держат рычаги, тягу рычагов, а в этом месте они вместо краба просто пришпилили сюда раму. То есть все в штатные места. Командир, это сток. Покупался вообще или донор целиком не покупался, вернее, а брался донор целиком, потому что совместное предприятие с АвтоВАЗом, поэтому там отношения были весьма прозрачные. Брался или донор целиком, или кузов первой комплектности, типа. То есть, поэтому уже есть верхний ВИН, ВИНОВТО 2. И вот этот верхний ВИН, он от того как раз первого кузова, первой комплектности. Дальше, когда все это уже обретало свой законченный ВИН, этому присваивался уникальный ВИН, соответственно, и другой индекс, потому что эта машина называется ВАЗ-210934. И это прописано в СТС. И основное, это прелесть этой машины, что это сток. Понимаете, да, здесь стоят другие диски, грубо говоря, но почему не взять это как тюнинг-проект? Почему не вотнусь сюда турбо-шуснари, тогда получится как быстрая Нива, только девятка? То есть после ста даже должна, наверное, быстрее ехать, хотя вроде и тяжелее, но аэродинамика уже заиграет. Ну, типа, да, всем же интересней. Но весь и азарт этой машины, что вы привлекаете максимальное внимание инспекторов ГИБДД, и при этом, когда вас останавливают, у вас не из заводского диски, и вы всегда можете сказать, ну, выпиши предписание мне, я поеду, поставлю диски от Нивы сюда, родные, и пройду техосмотр без проблем, потому что это полный завод. И как только вы этот полный завод начинаете нарушать, теряется смысл Тарзана, потому что у вас уже 12.5.1. То есть, грубо говоря, вы с таким же успехом можете обычную девятку ставить на полный привод, потому что 12.5.1, все равно, что у вас поменено, или только колеса, или вообще целиком разная машина от той. А статья-то одна, грубо говоря. И получается, что нет смысла здесь менять что-то, даже чуть-чуть, потому что сразу же теряется вся соль именно полностью заводского, полностью оригинального автомобиля, который проходит переучет этих осмотра, его основывает инспектор ГИБДД. Вам все равно, вы законен. В этом и есть преимущество Тарзана. Почему его и брали, что все остальные переделки, это всегда что-то не то. Здесь полная свобода. С красивой стороны встали. Это какая жадная. Да? Нерабочая, да? Смяное крыло, видишь там, и желтое видно. Удали. Давай здесь снимай. Все. Хотя сделаем все это одним дублем. Короче, там не прокрас торчит, там крыло желтое из-под фендера. А здесь, собственно, видите, все красиво. Но что поделать? Да, будь у тебя миллионы, я думаю, здесь бы уже и 3s GTE стоял. Потому что на самом деле, господа, в финале это самое главное. Это самый, обладающий, самым мощным потенциалом для тюнинга отечественный кастом проект. Поэтому, как бы я сегодня не, ну, кто-то, может быть, скажет, унижал. Хотя, на самом деле, я хочу сказать, я критиковал тех людей, кто эту машину проектировал и создавал. Они, безусловно, красавчики. Минимум по двум критериям. Первое. Они делали что-то новое. И это была середина 90-х. Они начали это делать в 97-м. А потом случился 98-й. И они при этом все равно сделали 2500 экземпляров. 2500 экземпляров. Те, кто это придумал, безусловно, красавчики. Это очень много проданных машин. И, как бы я их ни критиковал, все равно это значит, что это было круто. Это было круто тогда. Да, допустим, сначала были там конец 90-х, 98-й, все было очень плохо. 2000-й. Это относительно экономическое благополучие. Тем более с 2000-го по 2007-й. Восьмой потом, да, поставят на всем крест. Но они в седьмом перестали выпускаться просто потому, что уже физически устарели. Эти ребята крутые. Они усидели в цене. Я понимаю, что они тоже хотели сделать все гораздо лучше. Я думаю, там тоже были нормальные люди, которые все понимают. И ясно, что нужен другой мотор и так далее. И можно шестнарь, конечно. Это же все удорожание. Это сертификация. Это новые технологические процессы и так далее. А это же все-таки выпускалось на опытном предприятии. Мелкосерийном. Практически полуручной. Это все, это все руками. Это все сильно возносило цену вверх. При том, что глобально вы покупаете девятку. И глобально есть Нива. Но это сильно дороже Нивы и сильно дороже девятки. Ну, как бы это гибрид и так далее. То есть надо было найти человека, которому это надо, который хочет за это платить. И они их нашли две с половиной тысячи штук. Плюс надо не забывать, что это технологии 90-х годов. Интегрированные рамы начались как раз с 98-го. Примерно 96-го года. По-моему, Passfinder, Nissan Passfinder, он уже был на интегрированной раме тогда. И это как раз были середины 90-х. Но это прямо, то есть интегрированные рамы, это вот только-только начинающий жить тренд. Не было тогда распространено таких технологий. Все ставили на обычную раму, как здесь. Просто они уже тогда сделали то, что стало трендовым спустя 20 лет. Серьезно, 25, если мы говорим 97-й. Да, они на 25 лет опередили сегодняшний лидер сегмента. Самый быстро растущий, самый динамично растущий сегмент. Это субкомпактные кроссоверы. Вот он. Ребята, вы попали. Но вы были слишком передовые. Вы были слишком крутые в середину 90-х. К сожалению, есть такая в жизни дурацкая история. Что вы должны помимо того, что стрелять круто, стрелять еще и вовремя. И здесь никто не угадает. Попали вы вовремя. А вдруг тогда бы стрельнуло? А вдруг было бы круто? Поэтому я считаю, что это молодцы. Это люди, которые создали легенду. Спасибо тем, кто создал Лада Тарзан. Спасибо тем, кто их покупал. Потому что без их поддержки этого не обрело. В общем-то, такого распространения. 200 тысяч экземпляров это все-таки много. Спасибо вам всем, что смотрели это видео. Это реально круто. Удачи вам и пока.